Моё вам почтение, дамы и господа, меня зовут Николай, и добро пожаловать в игру про Cycle Manager 2021 года, в нашу карьеру за господом Росвела. И, друзья мои, у меня для вас сразу интересные новости. Я ненавижу эту игру. Потому что в какой-то момент она решила, что нафиг нам дальше симулировать дни, и мы просто обрубим Коле эту возможность. Собственно, игра так решила, расположила, и мне пришлось искать недельные сейвы, перезаходить в карьеру, пересоздавать её по факту, и наигрывать снова гонки некоторые, которые мы с вами уже посмотрели и проехали прямо-таки на серию. Прежде всего, меня, конечно, расстроило то, что у меня не прокачался в этой версии карьера Николай Черкасов, и он так и не смог стать нашим капитаном на GP Algarve, который проходил в Португалии, и, к сожалению, из-за этого эту гонку мы провалили. И, собственно, это была наша первая задача спонсоров, которую мы провалили в этом сезоне. Но, собственно, это не так важно. Ладно, дальше мне пришлось переигрывать аж с Grand Prix Mercy, которую, я вам напомню, мы выиграли за Ильнура Закарина. Собственно, и ОЭТ Трофи, которую я вам показывал в предыдущей серии. Короче, по сути, прошлая серия просто идёт лесом, она ничего не значила. Собственно, Grand Prix Mercy получилось у меня выиграть. Ильнур Закарин выиграл на втором этапе, собственно, выиграл генеральную классификацию. Не так уверенно, как в прошлый раз, однако, всё-таки, слава богу, всё у нас там получилось. Ну, а на ОЭТ Трофи он уже в нормальной форме был. Выиграл третий этап до Джибель Хафид, был вторым на этапе номер 6 до Джибель Джейс, и в итоге занял второе место в генеральной классификации, уступив только Игану Берналю. Второе место даже в сприндовской классификации зацепил. И выиграл горную классификацию гонки мирового тура. Собственно, я считаю, что это неплохой результат для Ильнура, и, собственно, вот так вот Ильнур по факту одержал нашу первую победу на гонке про тура в этой вот реальности. Но не думайте, что Вячеслав Кузнецов остался без своей законной победы на гонке про тура. Нет, за него мы тоже выиграли. Однако, выиграли мы за него уже пятый этап. На том этапе, который мы выиграли изначально, на седьмом, Вячеслав занял второе место, но это не помешало ему уверенно забрать сприндовскую классификацию этой вот гонки. Собственно, как по мне, результаты стали даже лучше, а сегодня нас с вами ждет целая плеяда классических однодневных гонок. Среди них, как вы видите, наверное, уже в нижнем углу, классика Бьянки, известная всем любителям велоспорта, как Страды Бьянки. И, собственно, это одна из наших важнейших целей на этот сезон, ну, для наших спонсоров. И цель наша попасть там в топ-10. Собственно, для этого у нас с вами есть Вячеслав Кузнецов, у которого, как вы видите, сегодня пик формы. И, кстати говоря, если я ничего не путаю, то в день, когда выйдет этот видеоролик у Вячеслава еще и день рождения, поэтому, Вячеслав, мои поздравления. Я знаю, что вряд ли когда-нибудь ты это увидишь, но там всего самого наилучшего. И одержать еще, как минимум, столько же побед, сколько мы одержим с тобой в этой карьере. Уже шесть, как бы, одержали, поэтому дерзай. Собственно, команда наша сегодня что-то решила психануть, всем по два решили, но что-то как-то у некоторых всего лишь плюсы, всего лишь у двух. У Кузнецова, слава богу, и у Вани Ровного. У остальных что-то по минусам резко, ну, как бы, ладно, бог с ними, настроение у нас у команды не задалось. Собственно, 80 небольшим километров остается до финиша. Кристиан Скорони сейчас готовится уже сдавать смену нашим последующим, идущим в поезде. Это Ильнур Закарин, Иван Ровный и Вячеслав Кузнецов. Собственно, начинаются атаки. Здесь мы, прям, явно так выделяется из пелотона майка чемпиона Европы, которую носит Джакума Ницола. Ильнур Закарин принял смену. Так, вот здесь сейчас на повороте важно не потерять Ровного. Так, хотел сказать, важно не потерять Ваню Ровного, а в итоге потеряли Вячеслава Кузнецова. Так, поймали обратно Кузю, пожалуйста. Слава у нас капитан сегодня, так что нельзя его сейчас выпускать. Никаким образом. Ну, сбавили мы темп немножечко за Ильнура. Собственно, сейчас в голове работает кто-то из трека, как я понимаю. Или из Эмиратов. Из Эмиратов 11 номер, это, скорее всего, Матео Трентин. Капитан Эмиратов. Я чуть не понимаю, почему он сам работает. Мне очень интересно. За ним 21 номер из трека. Я думаю, что это Яспер Стёйвен. И дальше третьим колесом сидит Джакума Ницола. Очень опасный соперник. Ну, а мы же выходим на Виа Понфераду. Закарин развозит нашу небольшую группу из трёх оставшихся гонщиков. Сейчас в 99-м темпе начинает идти Ильнур. Километр 400 остаётся. Из-под него спринтует Иван Ровный. Из-под Ровного уже сейчас будет спринтовать Вячеслав Кузнецов. Начинает финишные разборки наши оппоненты. Но Кузнецов мощнейшим спринтом всех их накатывает. И мы выигрываем Страдобиянки, дорогие друзья. Вот так вот. Трентин второй, третий Стёйвен. Дальше Диего Улисси и Джакума Ницола. Боялся Ницола больше всех. Но он в итоге только пятый. А Кузнецов показал всем, где раки зимуют. И что такое наш Газпромовский спринт. Что же, дальше у нас идёт Сетимана Секлиста Интернационале. Не знаю, как эта гонка в реальности называется. Возможно, точно так же. Вы видите уже вверху, собственно, по графике, кто выиграл эту гонку. Её выиграл у нас Артём Ныч. Вторым был Ильнур Закарин. Третьим какой-то Джефферсон Алекс Кипеда. Собственно, Ныч, можно сказать, не то, что выиграл. Он не проиграл эту гонку Ильнур. И, собственно, у нас ещё одна в итоге победа в генеральной классификации. Но сейчас, наверное, самая важная для нас гонка в этой серии. Это Брюги де Пане. Ну, даже не так. Не для нас. Для нас, наверное, Страдобиянки была важнейшей. Но это для меня самая важная гонка. Потому что это наш, наверное, самый главный шанс выиграть классическую однодемную гонку. Несмотря на то, что мы уже одержали победу на Страдобиянке. Здесь у нас, как вы видите в конце, голубые сектора означают зоны очень сильно задувающих ветров. Собственно, на этих зонах наша с вами задача будет проста. Просто до нельзя укатать всех так, что у них даже педали крутиться не будут. Собственно, для этого у нас с вами есть команда, которую мы сюда привезли. Наша мощная команда. Дамьяна Цима, Дмитрий Страхов, Роман Крёйцегер, Симона Веласко и Денис Некрасов. А дальше и Мерио Цима, уже и Вячеслав Кузнецов будут разбираться с остальными оставшимися конкурентами. 21 человек, собственно, остаётся в пилотоне, как вы видите. И Циму, и Страхова, и Крёйцегера, и Симона Веласко мы положили на алтарь нашего развоза. Сейчас же Денис Некрасов продолжает молотить, что есть мочи по первому продуваемому сектору. Здесь, кстати, как вы видите, ветер в спину. Так что здесь есть возможность отдохнуть и накатить нас. Ветер 45 метров в секунду, как я понимаю. Хотя 45 метров в секунду, наверное, вообще лютый ветер. 45 километров. Короче, не знаю, как тут ветер, в чём он обозначается. Но, в общем, выехали мы из этого сектора. Сейчас будем въезжать во второй. Здесь ветер сначала будет боковой. Ну, даже немножко я бы сказал встречно-боковой. А потом... Собственно, он у нас будет встречный. И там вот Денису Некрасову придётся не сладко. Здесь мы видим Кюбеку в составе Макса Волшейда и... Джакуму Ницола. Ницола мы уже один раз победили. За сегодняшнюю серию мы будем пробовать победить во второй раз. 5 километров остаётся до финиша. Денис Некрасов начинает идти в лоб с сильнейшим ветром. За спиной у него и Мерио Цима, у которого начинает работать Гель. И Вячеслав Кузнецов, у которого сегодня просто отличный день. На плюс 4 сегодня готов Вячеслав. Некрасов сейчас будет сдавать смену. Цима готовится выходить вперёд. Я уверен, что сейчас очень тяжело и Волшейду, и Джакуму Ницола усидеть в нашем темпе. Цима выходит. 2 с небольшим километра остаётся до финиша. Сейчас Некрасов немножечко оттиснил с нашего колеса Куйбековцев. Начинает свой развоз Макс Волшейд. Ну и пошли наши ребята. Цима увозит Кузнецова и не реагирует. Такое ощущение, будто на нас наши оппоненты. Кузнецов открывает спринт из-под Цимы. И мы прям максимально уверенно одерживаем победу на Брюге де Панне. Второй у нас Джакуму Ницола. Третий заезжает Имерио Цима. Вот это да. Петер Саган только четвёртый. Дальше Сэм Беннетт, Майк Тюнисон и Матьё Вандерпул. Ну, они во многом остались без развозящих, поэтому их можно понять. Ну а здесь у нас Гран-при Варигем, как я понимаю. И здесь нам будет очень плохо. Это Зольта Варигем. Реальная классика. Здесь два раза придётся проезжать Уде Куармонт. Как бы, чтобы вы понимали. Кто не знает, что такое Уде Куармонт, знаете, это просто ад. Поэтому мы с вами сразу окунёмся в пыл борьбы. Уже предфинишной. Вячеслав Кузнецов у нас с грехом пополам выдержал эти разборки капитанов. Сейчас, как вы видите, атакуют Каспер Асгрен и Сэп Ван Марке. Впереди там разбираются, кто в итоге одержит победу Вуд Ван Арт и Петер Саган. Наша задача сейчас попасть в топ-10. И для этого нам нужно просто отсидеться в этой группе и не позволить кому-то сзади к нам особо приблизиться. Асгрен уже отъехал довольно-таки далеко. Ван Марке загнулся узлом. И сейчас на Круйсберге ему будет довольно-таки тяжеловато. Кузнецов же сохранил какую-то часть энергии, слава богу. В нашей группе здесь Тишбину, как я понимаю. Так, кто у нас здесь ещё получается из Декёника? Я подозреваю, что это Ив Лампорт. Да, это Ив Лампорт, сейчас на колесо мы к нему садимся. И кто-то из Бингола, как я понимаю, но я не знаю, кто это. Но, собственно, для меня это и не важно. Сейчас мы будем проходить Круйсберг. И на нём атакует сейчас Вуд Ван Арт в попытке убежать от Петера Сагана, что у него получается. И, собственно, мы видим, не так уж и далеко сейчас от нас идёт Каспер Асгрен, чемпион Дании. И, в принципе, можно попробовать за ним сейчас погнаться. Отстаёт от нас Ив Лампорт. Но по-прежнему прочно за нами сидит представитель Бингола и представитель команды ДСМ Тишбину. Кузнецов в 85-м темпе очень мощный, прошёл сейчас Круйсберг. Но силы точно не вечные у Вячеслава, поэтому нужно подсбавить темп. К сожалению, Каспера Асгрена мы уже не догоним, скорее всего. Бину уже тоже загибается, как мы видим. И нужно всё-таки посидеть, немножечко перевести дух. Вот сейчас на выполаживании дальше будет финишный спорт. И наша задача сейчас побороться тогда хотя бы за четвёртое место против Тиша Бину. Асгрена мы уже вряд ли догоним, тем более он сейчас вот атакует. Поддержит его атаку Тиш Бину. Мы же идём в более ровном таком темпе. Не тратя излишков сил, мы всё равно перекладываемся к Бину. Три километра остаётся до финиша. Кузнецов пошёл вперёд. 2,6 остаётся. Сбрасывает он сейчас представителя ДСМа. Ну и, судя по всему, мы сегодня четвёртый будем на Зольтвариге. Ну да, Ваут Ванарт побеждает. Он сегодня в прекрасной форме был. Дальше Петер Саган. Третьим будет Каспир Асгрен. Ну и мы заезжаем четвёртыми за Вячеслава Кузнецова. Пятый Тиш Бину. Дальше у нас какой-то Ариен Лювюнс из Бингола. Не знаю, если честно, кто это. Дальше Иф Лампарт. Ну, собственно, в такой солидной кампании Вячеслав Кузнецов себя хорошо показал. Далее у нас был тур Сицилии, где Николай Черкасов на пике формы смог одержать победу в генеральной классификации. Собственно, даже при таких статах можно бороться с вот таким вот Дамьяно Карузо. Ну, собственно, он явно был в минусах, потому что он не смог вообще ничего противопоставить Черкасову на важнейшем этапе. Кстати говоря, сейчас я вам его профиль покажу. Это, по-моему, был четвёртый этап. Собственно, вот на этом этапе тоже нам очень так серьёзно прилетело. Здесь мы ничего не смогли противопоставить. А вот на четвёртом этапе, да, до Этны, Дамьяно Карузо не смог ничего противопоставить нашему развозящему поезду. Ильнур Закарин очень хорошо развёз Черкасова. И в итоге мы заняли первое-третье место в генеральной классификации. Сейчас же у нас Барабанц... Короче, я не могу выговорить название этой штуки. Как вы поняли, короче, какая-то гонка бельгийская. Ну, вы поняли, классика очередная. И в очередной раз нашим капитаном будет выступать Вячеслав Кузнецов. Как вы понимаете, он у нас просто неубиваемый, он у нас вечный. И на подобном профиле наша с вами задача занять, по-моему, место в топ-10. И, в принципе, я думаю, что мы с этим вполне себе способны справиться. Иван Ровный сейчас развозит нашу группу. 21 человек всего лишь остался в пелотоне. Из них трое наших. Ровный, Крёйцегер и Кузнецов. Собственно, Иван сейчас уже практически закончился. Будет сдавать смену Роману Крёйцегеру. 6,5 километров остаётся до финиша. Очень здесь опасное соседство с Иноусом, у которых здесь на этой гонке едет Томас Питкок. От которого я жду очень многого. Ну и также у Де Кёника здесь Андреа Баджоли, которого тоже не знаю, чего можно ожидать. Что же, начинается. У нас финишная часть. За 5 километров до финиша здесь начинается подъём. Пошёл вперёд Кэллиб Юэн. Неожиданно Юэн атакует не на финише, а довольно-таки заранее. В группе мы всё ещё усидели. Здесь же Питкок, Тёнисон, Баджоли, Яспер Филлипсон и Ив Лампарт. Соседство не из приятных. Крёйцегер начинает развоз под финиш. Юэн всё ещё атакует. Тёнисон у него на колесе. Полтора километра остаётся до финиша. Начинает спринт Роман Крёйцегер на колесе. У него Вячеслав Кузнецов. Километр 200 остаётся. Довольно-таки быстро заканчиваются силы у Вячеслава, к сожалению. И вряд ли мы сможем сейчас активно побороться на финише. Юэна обойдём. Вопрос, какой будет у нас Вячеслав на финише. Ну, точно не первый. Питкок побеждает. Дальше Яспер Филлипсон. Кузнецов третий, обойдя Майка Тюницина. Ну что же, в тройку зайти в такой кампании довольно-таки солидно. Юэн только пятый, Баджоли шестой. Дальше и Флампарт, и Роман Крёйцегер занимает восьмое место. Ну, а у нас с вами начинается интереснейшая гонка. Всё какие-то Даль Трентин, либо же Тур Альп. Насколько я понимаю, именно он здесь так проименован у нас. Ну и, собственно, мы сюда приехали вполне себе боевым составом. Здесь у нас и Николай Черкасов, и Артём Ныч, и, наверное, самый главный наш актив Ильнур Закарин. Собственно, здесь у нас разделок не будет. Здесь у нас, по-моему, два горных финиша, ну, от подобного профиля. Один финиш такой довольно-таки равненненький. И ещё один, ну, такой, под спуск. Который, собственно, Ильнуру, конечно, довольно-таки слабо подходит. Но что-то попытаться из него выжать, я думаю, мы сможем. Что же, сейчас выходит вперёд, как вы видите, Каспер Асгрен. Работает он на своего капитана Жульена Аллафилиппа, который на этой гонке может себя неплохо показать. Ну, в условиях игры, конечно. Я думаю, что в реальности на туре Альп Жужу не показал бы себя прям сверх топово. Но в условиях игры почему бы и нет. Здесь у него хорошие стады, как раз-таки подходящие под подобный профиль. Крёйцегер готовится сдавать смену. Дальше у нас готовится Артём Ныч, за которым прям на колесе, прям буквально в миллиметрах сидит Ильнур Закарин. Собственно, Крёйцегер начинает всё-таки восхождение. Первые несколько сотен метров пройдёт именно он, возглавляя наш пояс. Дальше Артём Ныч в 87-м темпе. Закарин плотно на колесе. Каннела сегодня на всякий случай готовится финишировать. Пошёл чемпион Казахстана Алексей Луценко. У него на колесе Рэмка и Винпул. Тут же Сэм Уман из Юмба Висмы. Вот это, конечно, соседство здесь. Довольно-таки опасное. Ныч мощно везёт сейчас. Накрывает эти атаки. Тяжеловато Марку Каннеле сейчас сопротивляться, скажем так, этому темпу. Закарину тоже, кстати говоря, уже начинается нелегко. Пошёл Жужу Аллафилипп. Не рановато ли? Вот в чём вопрос. Здесь же представители Астаны. Закарин пошёл в 95-м темпе. 900 метров до финиша остаётся. Аллафилиппа накроем. В мощном темпе сейчас идёт Закарин. Впереди более крутое место этого подъёма. Начинает спринт Закарин. Открывает спринт также и Марку Каннела. Итак, сейчас смотрим. Закарин точно обойдёт Жужу Аллафилиппа и выиграет этот этап. Вопрос, где будет Каннела? Закарин выиграл. Но нет, всё-таки Жужу будет второй. Каннеле немножко не хватит по статам. А нет, Кипеда второй. Дальше Аллафилиппа, Винпул и Марку Каннела. Собственно, в солидной кампании мы одерживаем победу на этапе. Но сейчас второй этап нам грозит, конечно, ещё более интересными событиями. Как вы видите, у нас Ильнур в хорошей морали. И плюс два у него даже на этом этапе. Собственно, мы готовы не потерять нашу жёлтую майку. Марку Каннела, к сожалению, сегодня на минус одном. Лучше бы, конечно, на этом этапе он получил свои плюс три. Дабы побороться на финише сильнейшими гонщиками, которые до туда, собственно, доберутся в группе фаворитов. Собственно, вы видите, профиль финиша холмистый, безусловно. Но я думаю, что Каннелу туда довезти вполне можно. Ну и что же, семь километров остаётся до финиша. И чё-то как-то погорячился, наверное, я с тем, что мы довезём туда Каннелу. Шесть и семь остаётся, а у меня уже заканчиваются развозящие. И чё-то как-то не сбавляют темп впереди идущие ребята. Нас ещё и тут немножечко подблокировали ребята из Bike Exchange. Начинаются атаки, атакует Андрей Зейц. Вот это новости, конечно. Не понимаю, зачем он это делает. Что же, сдаёт смену сейчас Артём Ныч, Роман Крёцегер, уже тоже почти закончившийся. Сейчас будет выходить вперёд. Вот, господи, как же всё сложно-то, а, Закарин. Сейчас надо будет держаться Ильнуру. Потому что Крёцегер сейчас тоже будет сдавать. Собственно, сейчас садится к нему на колесо. Роман, ну и Ильнур остаётся в одиночестве. Редко, когда я допускаю, чтобы капитан оставался в одиночку, бороться на финише. Но вот так вот сейчас получилось. Атакует Рэм Кевин Пул в майке лучшего молодого гонщика. Километр пятьсот остаётся до финиша. Закарина тоже почти закончили силы. Садится сейчас на колесо к спринтующему уже Алексею Луценко. Спринт у Закарина, конечно, не самый лучший. Но попробовать побороться за лишние спринтерские очки здесь мы, конечно, не применём возможности. Рэм Кевин Пул выигрывает этап. Ну и мы уступим ему солидные секунд 17. Второй мат с Петерсен, дальше Эдуарда Зардини. Сэм Умен, Александр Власов. И шестым только финиширует Ильнур. Причём потратив все свои энергетические ресурсы на этом этапе. Тяжеловато получилось, тяжеловато. И в итоге Рэм Кевин Пул становится промежуточным лидером этой гонки. Ильнур сейчас уступает ему 11 секунд. В спринтерской классификации Ильнур тоже второй. В горной мы уже довольно-таки далеко. Но в команде мы, кстати говоря, довольно высоко идём на третьей позиции. Собственно, давайте дальше смотреть, что же у нас в итоге получится. Третий этап и снова финиш похожий на первый. Но здесь немножечко более продолжительный подъём, поэтому нам предстоит попотеть. Но ещё и довольно-таки тяжёлые восхождения по ходу этапа. Собственно, у Закарина сегодня плюс 3, поэтому я буду рассчитывать на успех на этом этапе. Потому что ещё и Крёйцикер плюс 1 сегодня получил у Черкасова и у Ныча также по плюс 1. Собственно, развозящий поезд у нас сегодня вполне себе хорошо готов. И мы можем попробовать противостоять сильнейшим гонщикам, которые против нас выступают. Начинаются, как вы видите, атаки в отрывням. Мы же потихонечку настраиваем поезд. Наша задача, чтобы боевцы Майканала справились с развозом примерно до подъёма первой категории. Собственно, забегая вперёд, скажу вам, что у них это получилось. Ну а сейчас мы будем восходить 9 километров до самой финишной точки этого этапа. Ла Филипп работал впереди. Кстати говоря, по ходу этого этапа он работал на Эвенпула. Так что он, можно сказать, сложил свои полномочия генеральщика в пользу своего товарища по команде. Собственно, но у нас же Николай Черкасов увереннейше пока что проводит развоз. Здесь же Джеймс Нокс из Декёника. Ныч не позволяет никому пока что разбить наш поезд. Закарин плотно на колесе, в свою очередь, у Ныча сидит. Здесь, как вы видите, трек очень активно работает. Я так понимаю, на гонке есть Бауки Молема. Ну, в чём я могу, конечно, сомневаться, не смотрел старт-лист. Ла Филипп по-прежнему тут. Сейчас, я думаю, если Нокс сдаст смену, будет работать именно Ла Филипп. На Рэмко Эвенпула тут же, как мы видим, Алексей Луценко. И вот, собственно, сам Рэмко. Довольно-таки глубоко пока что сидит. Но и мы тоже немножечко провалимся. Мощно работают наши оппоненты. Пытаются, видимо, нас высадить. Но Артём Ныч пока что очень уверенно везёт Эльнура Закарина. В 87-м темпе за 4 километра до финиша. Эльнур готовится принимать смену, как я понимаю. 24 человека остаётся в группе. Всё, сдаёт смену Ныч. И да, Закарину придётся самому снова поработать. Говорил я, вроде что, непривычно для меня оставлять капитана в одиночестве на последние километры. Но вот так вот сейчас получается. Собственно, Ла Филипп всё ещё работает впереди. На колесе у него Луценко. Дальше Кипеда. Тут же представители Декёника. Ещё кто-то под седьмым номером. Наверное, это Фауст Томас Танда. Закарин. За 2 километра до финиша довольно-таки неплохо себя чувствует. По силам ещё довольно-таки много у нас. Их остаётся. Жужу сдаёт смену. Пошёл Эвенпул. За 1,5 километра. Не рановато ли, хочется спросить у него. Закарин садится к нему на колесо. Тут же Сэм Уман. Закарин выдерживает пока что эту атаку Рэмка Эвенпула. Но сейчас потихонечку уже начинает переходить в свой темп. 87-й. 200 метров остаётся до финиша. Открывает спринт Эльнур Закарин. И переспринтует сейчас Эльнур всех остальных. Мы одержим очередную победу на этапе. Вторым заедет Сэм Уман. Третьим заедет, пожалуйста, Александр Власов. И да, Эвенпул остаётся вообще без бонификации на этом этапе. И у Эльнура есть все шансы сейчас перехватить жёлтую майку лидера. Да, что он и делает у Рэмка Эвенпула. 6 секунд уступил Сэм Уман. Дальше 9 секунд уступил Александр Власов и Рэмка Эвенпул. В итоге сейчас эти самые 9 секунд выигрывает Закарин у Рэмка в генеральной классификации. Также мы сейчас владеем зелёной майкой и гороховой майкой лучшего горного гонщика. В командном зачёте мы немножечко подопустились, но это не важно. Сейчас самое главное довести Закарина до верхушки генеральной классификации тура Альп. Собственно, я перепутал вообще 5 этапов на этом туре. И, собственно, ещё один спринтерский этап, на котором наша с вами основная задача как бы просто довести Закарина до финиша, не уступив ни секундочки нашим конкурентам. Опять же, начинаются у нас атаки. Закарин сегодня плюс 1. Собственно, ему на этом этапе особо и не надо ничего там, каких-то заоблачных плюсов получать. Ему важно на следующем этапе получить, потому что там будет спуск. Чего я очень сильно опасаюсь. И, собственно, сейчас Николай Черкасов, как вы видите, работает над нейтрализацией остатков отрыва дня. Пытаются атаковать наши конкуренты сейчас под спуск. Мы же пытаемся не дать им от нас отъехать. Собственно, меньше 10 километров уже остаётся. Черкасов прекрасно себя чувствует. Очень хорошо отрабатывает сейчас. Вот в этом моменте. Как вы видите, атакует гонщик впереди идущий. Пытаясь воссоединиться с остатками отрыва дня. Но мы пытаемся им максимально не дать это сделать. Пошёл в атаку Алексей Луценко. Ай, или это Александр Власов. Нет, это, наверное, всё-таки Александр Власов. Да. Почему-то я увидел белую с голубым майку и вспомнил про чемпиона Казахстана в первую очередь, а не про на данный момент лучшего... Нет, по наследству обладателя майки лучшего молодого гонщика. Лучший молодой у нас всё-таки пока что Рэм Кевин Пул. Александр Власов там, по-моему, идёт только вторым в этом зачёте. Ну и что же. Остаётся 4,5 километра до финиша. Сейчас я вспомнил, что, по-моему... Да-да, Ла Филипп и Луценко-то как раз-таки в отрыве. И сейчас именно за ними мы гонимся, пытаясь не отпустить их в борьбе за победу на этапе. Черкасов сейчас будет сдавать смену. Пошёл в атаку Эвен Пул. Мы добрали у Мина Формалина, но в этой Эвен Пул отпускать никак нельзя. Никак нельзя сейчас отпускать Рэм Ко. Садится на колесо к бельгийцу у Мина Формалина. Но не работает сейчас Эвен Пул. Отпускает он Ла Филиппа и Луценко. Ла Филипп уступает 5.32, он нам не опасен. А вот Луценко уступает всего лишь минут 36. И вот его отпускать-то, конечно, не хотелось бы. Поэтому выходит вперёд поработать пока что Линур Закарин. Километр 200 остаётся до финиша. Эвен Пул начинает спринтовать, но спринта у него в принципе нету. Закарин отвечает своим ускорениям финишным. Ла Филипп в итоге выигрывает. Вторым будет Луценко, третьим финиширует Йон и Загира. Четвёртый будет Хессинг, дальше Поланс, Умен, Эвен Пул и Закарин. Собственно, многого мы на этом этапе не упустили. Потому что, ну, около 20 секунд мы отдали Луценко. Он на пятую позицию переместился в генералке. В спринтовской классификации у нас всё ещё 8 очков преимущества. Закарин лидирует, уверенно, в классификации лучшего горного гонщика. Ну, а в командной зачёте мы, как обычно, ничего не смотрим. Нас это не интересует. Ну и, собственно, заключительный этап под номером 5. И здесь, казалось бы, да, ничего нам не угрожает. Но вот этот предательский финиш под спуск. В спуске Закарина знают все. Они у нас на очень плачевном уровне. Поэтому, на всякий случай, я думаю, мы рисковать не будем. Попробуем там чуть-чуть навести суету. Собственно, наш горный поезд в очередной раз себя неплохо чувствует. Конечно, да, Николай Черкасов сегодня на минус 2. Но, в свою очередь, Роман Крёцегер его готов уверенно заменить. У него сегодня плюс 2. У Артёма Ныча плюс 1. У самого Закарина плюс 3. Собственно, мы готовы. Мы готовы навязать борьбу. Поэтому давайте потихонечку перемещаться уже к основной зоне боевых действий. 28 человек остаётся у нас в головной группе. Собственно, Артём Ныч сейчас будет производить развоз до вот этой вот... Так, извиняюсь, что-то тут баганулись текстуры. До основной точки боевых действий. Вот этого небольшого холмика, где мы попробуем проатаковать за Ильнура Закарина. Роман Крёцегер сейчас выполняет титаническую работу, защищая Артёма Ныча, работающего на полную мощность на этой равнине. Спасибо, кстати говоря, надо сказать Роману. Он очень хорошо отработал. И вот этот вот подъём первой категории. И вот сейчас со спуска и небольшую часть по равнинке. Собственно, Ныч. Артём Ныч уверенный развозящий, поэтому здесь ему можно полностью доверять по равнинке. Он развезёт нас очень хорошо. Роман, снова выходи и защищай Артёма, дабы у него силёнок чуть-чуть побольше осталось перед решающим ускорением. Собственно, Роман просто титаническую работу выполняет. Один из лучших наших развозящих, если не лучший, в принципе. Собственно, сейчас снова Крёцегер на колесе. Он наша такая буферная зона относительно гонщиков Астаны. Ныч вышел вперёд. Остаётся 10 километров до финиша. Начинается последнее восхождение. Ну и, собственно, сейчас в 95-м темпе развозит Артём Ныч. Закарин уверенно сидит на колесе. В принципе, даже не тратится в плане красной полосочки атакующей Стамин и Крёцегер. Начинает потихонечку отваливаться. Артём Ныч смену сдаёт. Так, на колесе у нас всё ещё гонщики Астаны. Закарин начинает свою атаку. И даёт просвет Альнур Закарин. Перекладывается к нему на колесо Жульена Аллафилипп. Сразу же около 20 секунд даёт просвет Закарин и Аллафилипп на этом небольшом холмике. Нычу сейчас тяжеловато, конечно, будет усидеть в группе. Но полминуты есть у Закарина и Аллафилиппа. Сейчас для нас вот это вот главный фронт борьбы. Полминуты. Если сейчас Аллафилипп и Закарин сработаются на спуске и небольшой равнинке перед финишем, то в принципе, в принципе, возможно, что сегодня именно они разыграют победу и у Ильнура не будет никакой опасности относительно ни спринтерской, ни генеральной классификации. Но Жульена Аллафилипп сидит. На колесе не собирается он работать на Ильнура. Ильнур, как известно, на спуске работать не умеет. И из-за этого, собственно, остаётся всего лишь 4 секунды преимущества у Ильнура Закарина. Ну, собственно, ладно, тогда бог с ним. Продолжим мы работать. Вряд ли Рэмка и Винпула держат победу на общем финише. Километр 700 остаётся до финиша. Мы садимся за Джеймсом Ноксом, который возглавляет работу. Начинают спринт наши оппоненты. Мы садимся, вернее, пытаемся хотя бы сесть за Сэмом Уменом. Открывает уже и собственный спринт Ильнур Закарина. Здесь его, конечно, подзатёрли. Подзатёрли Ильнура. К сожалению, Аллафилипп выигрывает. Второй какой-то мать-а-биз. Дальше Йон Изагиры, Сэм Умен, Крис Харпер. В общем, не Рэмка и Винпул. И для нас это самое главное. Собственно, получается, что Ильнур Закарина держит победу в генеральной классификации Тура Альп. Собственно, давайте смотреть. Аллафилипп выиграл в итоге даже с 5-секундным просветом. Но это нам никак не помешало одержать победу. В итоге 70 очков и у Ильнура Закарина, и у Рэмка и Винпула. В спринтеской классификации. И ещё и у Жулиана Аллафилиппа. Столько же. Но в итоге Ильнур всё равно каким-то мистическим образом эту классификацию выиграл. Ну а больше нас ничего и не волнует. Собственно, спасибо вам всем за просмотр. Меня звали Николай. Увидимся уже в следующих гонках. Там у нас будут куда более интересные этапы, я думаю. И ещё более интересные... Интересная, вернее, по накалу борьба. Ну а пока... Пока-пока. Ты ответь на такой вопрос мне. Может ли дворец жить в башне слоновой кости? Вхожем быть дворец или яро против вельмож? Или сохранять свой нейтрализ?